Недавно форвард Аризоны Брэд Ричардсон положил отличный гол в меньшинстве. Для него эта шайба стала уже третьей в сезоне, забитой при игре 4 на 5. С момента начала этой регулярки Брэд набрал 6 очков, 4 из которых в меньшинстве. Всего же за карьеру Ричардсон забил в меньшинстве 14 голов. А кто был круче? Это СпортТок, и сегодня поговорим о главных снайперах меньшинства. Для объективности выпуска, как обычно, берем только ныне играющих хоккеистов. К сожалению, разброс голов среди выбранных нами игроков небольшой, потому многие имеют одинаковое количество шайб, распределяемых по количеству сыгранных матчей. Сейчас узнаем, кто из игроков умеет не только обороняться в численном неравенстве. Сам Ричардсон в наш топ не попал, хотя был близок. Десятый – Адам Хенрик. Форварду Анахайма всего 28, он самый молодой в нашем топе. Обычно тренеры используют для игры в меньшинстве более опытных игроков. Тем не менее, Адам зарекомендовал себя с лучшей стороны уже с дебютом. В своем первом полноценном сезоне он забил аж 4 гола в меньшинстве. Всего же таких шайб у Хенрика набралось 14 за 527 матчей. Ричардсону же понадобилось 695 игр. Далее Патрик Марлоу – самый опытный в нашем топе. Игровое время Марлоу на фоне молодежи, конечно, снижается, но в меньшинстве он все так же незаменим. Десять лет назад Марло отгрузил целых 5 голов за сезон при игре 4 на 5, а всего за 1589 игр Патрик забил 17 шайб. Восьмой – Джефф Картер. Нападающий Лос-Анджелеса заслужил место в бригадах меньшинства с молодостью. Отличное чтение игры и грамотное перемещение позволяют Картеру регулярно убегать в контратаке. Своими шансами Джефф пользуется исправно. 17 голов за 917 матчей. Следом третий по старшинству из братьев стал – Джордан. В своем дебютном сезоне в НХЛ стал выдал настоящий космос. 7 голов в меньшинстве – это лучший показатель в нашем топе наравне со вторым местом. Всего же на счету Джордана набралось уже 17 шайб при игре 4 на 5 за 857 матчей. Шестая строчка нападающей Аризоны – Майкл Грабнер. Австриец никогда не был крутым снайпером, но умел цепко вести борьбу, потому регулярно выходил нейтрализовывать большинство соперника. В этом Грабнер и правда хорош. В недавнем матче против Тамбы Майкл забросил сразу 2 шайбы в меньшинстве за матч. Всего же за 565 игр Грабнер настрелял 17 шайб. Для сравнения, в большинстве он забил лишь 7. Кажется, Аризоны в этом сезоне будет не прочь лишний разок удалиться. Первую пятерку открывает Мэтт Каллан. Он самый возрастной в нашем списке. Мэтту сейчас 42 года, и в меньшинстве использовать его, конечно, разумно. Каллан подтверждает это делом. Безусловно, Мэтт круто действует при позиционной обороне, а голы – это скорее бонус. За почти полторы тысячи игр иметь 19 голов в меньшинстве – не самые крутые цифры, но регулярно напрягать соперника в таком возрасте дорогого стоит. А вот и старший – Эрик Стал. Нападающий Миннесоты близок к тысяче очков за карьеру, а недавно забил свою 400-ю шайбу в НХЛ. Небольшая доля из них пришлась и на меньшинство. Стал, как классический центральный нападающий, очень неплох в обороне. Отобрать и убежать для него не проблема. В меньшинстве Эрик забил 19 голов. На это ему потребовалось 1106 матчей. Бронзотопа уходит Эндрю Каглеана. Нападающий Анахайма регулярно приносит своей команде пользу при игре в меньшинстве. Количество очков, набранных при игре 5 на 4 и 4 на 5, у Эндрю почти одинаково, а вот голов в меньшинстве у него в два раза больше. В предыдущие два года он стабильно забивал три шайбы за сезон, а всего за 851 матч забросил 19 шайб. Второй Франц Нильсон. Датчанин уже фигурировал в предыдущем топе про лучших исполнителей буллитов. Подсказка появится наверху. Нильсон хорош и при игре в меньшинстве. К 34 годам он сыграл в НХЛ 775 матчей, большинство из которых отбегал за Айлендерс. Там 8 лет назад он за один сезон отгрузил целых 7 голов в меньшинстве, а в целом за карьеру Франц праздновал шайбы в меньшинстве столько же, сколько и трое предыдущих хоккеистов. 19 раз. Также Нильсон лучший по процентному соотношению голов в меньшинстве к общему количеству заброшенных шайб. Каждая восьмая шайба Нильсона в НХЛ была заброшена им в меньшинстве. Ну и первый Томаш Плеконец. Чех потихоньку сдает позиции, но Монреалю ветеран все еще нужен. В этом сезоне в 36 лет он сыграл свой тысячный матч в лиге. Томаш еще может быть полезен, хотя бы в меньшинстве. За 15 лет проведенных в стане канадиенс Плеконец забросил при игре 4 на 5 20 шайб. Это лучший результат среди ныне играющих хоккеистов НХЛ. Голы в меньшинстве, конечно, стали редкостью по сравнению с хоккеем 20 века. Уэйн Грецкий за карьеру забил при игре 4 на 5 целых 73 шайбы. Для нас невероятные цифры и хотя бы немного приблизиться к Грецке даже в этом показателе. И современных игроков не может никто. Гол в таком формате игры многие до сих пор воспринимают как удачу или случайное стечение обстоятельств. Хотя, как видим, в НХЛ есть люди, которые выходят на меньшинство не только для обороны своих ворот. С вами был СпортТок. Услышимся!